Наступивший 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. С 17 по 27 января во всех регионах нашей страны проходит всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших фашистскую блокаду, несмотря на лишение и голод. Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов. По статистике, всего лишь 3% населения блокадного Ленинграда погибло от бомбежек, а остальные 97% от голода. «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам», писала в своей поиме ленинградская ПТС Ольга Бергольц. Ученики третьих классов школы номер 7 вышли на улицы нашего города с целью привлечь внимание фурмановцев к акции и раздать информационные листовки о блокадном хлебе. Листовка информирует о том, что в составе блокадного хлеба, кроме муки, было много разных примесей. Но, несмотря на это, ленинградцы, пережившие блокаду, вспоминали, что тот хлеб был очень вкусный с удивительным запахом. Также на листовке ребята разместили историю ленинградского пекаря Даниила Ивановича Кютинена, который 3 февраля 1942 года в первую самую суровую холодную и голодную зиму умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно он был внесён в Книгу памяти блокады Ленинграда. Сколько это осьмушка хлеба, если в граммах 125? Только тот, кто на той войне не был, вкуса хлеба не сможет понять. Вы представьте, как детские руки прижимают кусочек к губам. Ничего не могло быть вкуснее тех единственных крохотных грамм. 125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам. И тяжкий грех хотя бы крошку бросить на землю. Таким людским страданием он, такой большой любовью братской, для нас отныне освящён. Наш хлеб насущный, ленинградский. Пайка блокадного хлеба с жизнью тончайшей нить. Пайку блокадного хлеба мы не должны забыть. Городу Ленинграду. Голод и холод, война и разруха. Сильный был город, не падал он духом. Дыхание смерти было повсюду, но выжили, выжили люди. Блокадный паёк, стакан кипятка. Вот жизнь глоток, потом темнота. А город прорывался, а город воскрес, а город остался и никуда не исчез. Очень важно сохранить историческую память о подвиге ленинградцев-блокадников, их доблести и славе. Об ужасах той войны мы должны помнить, чтобы не было вновь беды. В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В нашей школе проводится много мероприятий, посвящённых этой дате. Дети должны знать и помнить, какой ценой далась победа, знать подвиг советского народа. Мы, учителя, стараемся воспитывать у детей чувство патриотизма, любовь и уважение к истории своей страны.